Снова новогодний выпуск попали! У нас новогодний выпуск не заканчивается. Так же начинался, как какой-то там до этого. Музыка просто та же, а кадры другие. Тыщ, всем привет! Эта рубрика залетела просто пушечно, и я очень... В смысле, а почему светитры включены? Рад, ведь столькими крутыми фактами хочется поделиться. И не будем тянуть. А в конце ролика у нас есть для вас новогоднее пожелание. Задумывались ли вы, почему в классических комиксах и мультиках колеса слегка овальные, когда нужно показать скорость? Ну типа плющит. Они походу реально так чуть-чуть плющатся. Не задумывались. Кто вообще в этой вселенной мог бы додуматься, что это что-то может значить? И между прочим, основано на реальных событиях. Ну, она реально даже чуть-чуть плющится, да. Чуть-чуть. У какого идиота были овальные колеса, спросите вы? Они не овальные. У всех гонщиков в начале 20 века. Отвечу я. Угонщиков? Низкая скорость шторок затвора на старых фотокамерах делала уникальный эффект. Изображение быстрых комиксов захватывается неравномерно, а как бы немного с опозданием. Постепенно снизу вверх. Поэтому вся... А человека, смотри, как плющило. Который рядом там стоял. Не растягивается. Просто колеса были большие, поэтому весь акцент на них. Но в какой-то момент это перестало быть браком, а наоборот придавало ощущение драйва и скорости, что в итоге оставило отпечаток в поп-культуре. Между прочим, этот эффект никуда не ушел. Именно из-за фото. Фотографы с операторами называют это rolling shutter. Суть так. На многих цифровых камерах... Вот у него сейчас rolling shutter есть выстрел какой-то, у него мигает свет. Зачем? Rolling shutter это не то. Да. Rolling shutter это когда вот так вот колбаска, когда камера начинает вращать. А, вот я это rolling shutter? Вот так вот камеру шатает, смотрит, насколько он сильно выражен. Ну, кстати, сейчас считается, чем он меньше, тем, типа, круче, на самом деле. Доргать камерой. Даже я могу это дома провернуть. Главное выставить нужные настройки. Ну-ка. Вентик. О, прикольно. Вау! Одна от 800 тысяч. Понеслось, да. Это выдержку он меняет. Выдержку на видео? Да, я поэтому заметил, что у него свет сзади, видишь? Ну, я вижу, что он темнее. Кадр потемнел, и свет, видишь, фонарики обмихают. Ну, ты выглядишь, что красающее. Теперь вы знаете, почему это происходит. Также этот эффект поможет музыкантам снять крутое видео, например, в Инстаграм. А, да, кстати, прикольно выглядит, да? Да, смотри, прикольно. Ла потища. Блин, прикольно. Да. Это прям вибрирует. Как будто спецэффект какой-то, да? Кажется. Афтерфекции какой-нибудь сделанный. Готов к Новому году. Видишь, сейчас нормальный свет. Мигает. Если вы думаете, что вы будете плавать в море алкоголя и тусить до смерти, то забудьте нахрен. Вы никогда не сможете переплюнуть лондонский инцидент 17 октября 1814 года. Потому что люди там это делали буквально. Плавали? В хранилище пивоваренного завода произошла авария, и из здания вырвалось как минимум 500 тысяч литров пиванки. Как алкашня была рада. О, я как попал. Зачем тебе в пиве плавать? Ну прикольно. Оно пенное. Это не то, что там выпендрежные ванны, шампанские, знаешь, и все. Это только звучит здорово. На самом деле, никому такого не пожелаешь. И поверь, ты бы точно такого не хотел. Я уже хочу. Стена пива разрушила пару зданий и убила своими последствиями 8 человек. Ааа, ну это просто цунами. Мораль тут только одна. Алкоголь убивает. Да. Что? Ну вот сейчас будет жиза. Если вы когда-то летали на самолете, то вы прекрасно знаете, каково это будет запертым. В маленьком пространстве с кучей сумасшедших орущих неадекватов, у которых к тому же еще по 15 детей на руках и все жутко вопят. Если вы когда-нибудь это чувствуете, то следующая история вам понравится. Мае 2013 года. Самолет авиакомпании American Airlines, который летел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, вдруг совершает экстренную посадку в другом городе. Что же там такого случилось на борту, что пилотам пришлось изменить маршрут? Может быть, прямо на самолет надвигалась грозовая туча? А может, какие-то технические неполадки? О, я так и сказала. Что пострашнее? О, да. Гремлины. На борту находилась женщина, которая с самого начала полета без остановки пела песню Уитни Хьюстон «I will always love you». Ай, за нее самолет посадили. Ты прикинь, и высадили. Блин, просто они не могли, скажем... Ну а что она поет? Они не могли, к сожалению, просто открыть дверь и ее оттуда пьух. Уитни Хьюстон «I will always love you». Ее прям так вытягивают. Вымешайся, да? Она себе позволяет, ни в одну ноту не попала. Наверное, за это сотрудники полиции решили ее арестовать и вывести из самолета, заковав наручники. Вот это, конечно, дебош. И вообще, может, эта невинная женщина настолько волновалась, что только ее любимая песня помогла ей перестать бояться перелета. Вы не подумали об этом? Ей, кстати, так и не разрешили вернуться на борт и продолжить свой полет. Хотя, может, это и к лучшему. Да! Я вот почему никто не справился так вот. Спасибо, спасибо, да. Мы против насилия. А знаете, кто еще плохо поет, когда пьян? Птицы. Что? Исследователи дали зябликам не просто сок. Они немного его намешали с алкоголем, совсем чуть-чуть, и проверили, как изменится их пение. Внешне это никак не сказалось. Но пение стало более тихим и менее организованным. Прямо как когда у людей язык заплетается, когда они пьяные. Да, разницы вы сразу можете и не услышать, но она есть. Не услышу. И такие эксперименты тоже проводятся. Просто держу вас в курсе. Внезапный факт про космос. Если вы сторонник того, что Земля плоская, то поздравляю, вы победили. Я думаем с этим мальчиком. Земля действительно чуть-чуть плоская. Весомые доказательства. Этого человека зовут Барт Сибрилл. И он под разными предлогами смог встретиться со многими участниками космических программ. Знаете, как именно он разоблачил государственный заговор? Попросил их всех поклясться на Библии, что они были на Луне. Поклясться на Библии. Сложно, конечно, было бы против такого доказательства выступать. Однозначно. Если бы они это сделали, конечно. Все отказались, потому что поняли, что человек обманом встретился с ними. База Олдрина, он вообще преследовал с этой книгой. А в итоге обозвал его лгуном и трусом. За что? Потому что он не поклялся на Библии. Ну да. Мгновенно получил в челюсти, кстати. Чего не доказательства? Кучка врунов даже не могут на Библии покляться. Но еще и врождают. База Олдрина даже не арестовали. Сказали, что его спровоцировали. Могли бы и посильнее ударить. Мы все еще против населения. Да, мы поняли. Ставь лайк, если хочешь огромный видос про лунный заговор. Так, если у меня за окном нет снега, то давайте закроем глаза и медленно перенесемся в Арктику, где снега-льда просто завались. Вы это не закрывайте, иначе... Ну а нас сейчас интересуют совсем не белые сугробы, а белые медведи. Такие милашки маленькие. Хотя я не знаю, можно ли называть их белыми, ведь они черные по сути. Да, их кожа черная. А вот мех тоже не белый. Он вообще никакой. У него отсутствует пигментация. А еще волосы внутри полые. Не как у нас. Любой свет, который на него попадает, рассеивается. Поэтому мы можем видеть... Так подожди, получается у него нет сердцевины? Я вот никогда не видела мех белого медведя. Интересно. Посмотреть было бы под микроскопом на волос его. То есть обычно у животных как раз-таки сердцевина есть в волосе. И она очень-очень толстая как раз-таки. И вообще у животных волосы пипец какие странные. Очень они отличаются от человеческих. И белыми, и желтыми, и серыми, и даже оранжевыми. Все зависит от освещения. Я думал, это освещение. А еще медведи могут быть зелеными. И вряд ли вы бы смогли догадаться, почему так происходит. Давай догадаемся. Из-за водорослей. Я думал, про плесень какой-нибудь потерся. А какой-нибудь, знаешь, на камне. Водоросли. Водоросли в море, где он плавает. Там есть какие-то нибудь северные. Они там как-то ему налипают в шерсть. Что в неволе, в зоопарках, внутри их полых волос начинают присутствовать водоросли. Я сказала про водоросли. Что? Ну, я не так сказала. А вот это очень сильно получилось. О, как. Снаружи кажется белым, но внутри... Это, получается, в зоопарке, там озеро, знаешь, они же там делают водоемы. И там точно что-то цветут, какие-то водоросли. Они там плавают, мне кажется, просто цепляют на себя, нет? Черный. Кажется, я понял. Да он же Эминем. Так, а вот сейчас отложите свою еду чуть-чуть в сторону. У нас нету. Я бы даже сказал, сильно в сторону. Часто в кронфильмах можно встретить кадры, как за жертвой гоняются с бензопилой. И в конечном счете догоняют. И вы сами знаете, что там происходит. Ужасно, конечно. Так не по назначению использовать инструмент. А что если по назначению? Оказалось, что первая цепная пила была сделана еще в тысячу... Выглядит очень жестко, посмотри. ...врачом. Она была ручная, похоже. Для ампутации? ...время родов. Расширяли таз, потому что кесарево сечение считалось опасным в тот момент. Меня современные больницы-то пугают, а если бы я увидел такое, то сразу бы откинулся. Что? Итак, это стандартная ручка, которую вы использовали в школе или институте. Вы видите здесь инструмент для письма, а нужно видеть орудие убийства. Вы когда-нибудь задумались, для чего вообще нужно это отверстие в колпачке? Аааа... Дети, которые проглотят, чтобы не дышать смогли. Аааа, да, да-да-да, точно. Дети же глотают такие мелкие предметы, чтобы у него был доступ к воздуху. И может еще какая-нибудь причина есть? Может быть, и подростки, которые грызут колпачки, могут их проглотить и просто задохнуться. Что и происходит время от времени. Да, это правда. Поэтому был введен некий стандарт для ручек, которыми может пользоваться не только взрослый человек. И это, кстати, не всегда даже может помочь. Ну, конечно. Дети все равно продолжают задыхаться, но в меньших количествах. Отучайте детей грызть ручки. Это все, что я могу сказать. Можно просто без колпачка ручку купить, которая на кнопочку нажимается. И проблем таких не будет. Кстати, да. Только если там прям ручку разберешь. Да. Ну, есть же те, которые нажатием работают. Нужно устранить ее совершенно без улик. У меня ручка опасная, смотри. Колпачок. Колпачок. Причем колпачок без дырочек, смотри. Да. Вот, закинули. Не это. Не грызу. Не грызи. Пей воду. Мороженое из Макдака? Будешь? Ёжик круто. Какой-как хорошенький. Африканский ежичек. Не для тебя. Это что, деньги или ёжик хочешь пощупать? Типа иди сюда. Иди сюда. Когда ты засунешь туда свою голову, то твои иголки застрянуты там, и ты уже не сможешь выбраться обратно. Тебе бы в Германию, там как раз дырка твоего размера. Да, в 2006 году Макдональдс измерил форму стаканчиков для этого мороженого. Для ёжиков? Но им дизайн не понравился. И не потому, что они решили сделать что-то новенькое, а потому что их заставило общество по защите ёжиков. В смысле? Ну ёжики взрывали. Что в том, что вот эти милашки тоже хотят чего-нибудь сладенького. Поэтому они находили выброшенные стаканчики из-под мороженого, засовывали туда голову, слизывали остатки. Он прям как эти коты, знаешь, которые в стаканах застревают. А вылезти не может. Они могли вылезти и погибали. Десерты до добра не доводят, да? По крайней мере ёжиков. Ооо, всё застряло. В итоге Макдональдс пошли навстречу и уменьшили отверстие стаканчиков. Не, ну здесь респект, что изменили. Поверьте, сразу до этого сложно додуматься. Последнее, о чём думает разработчик этих стаканчиков, это о том, что ёжики не смогут выбраться оттуда. Чего вообще? Стаканчики с маленькой дыркой вы сможете найти, например, в Германии или Великобритании, откуда и поступали жалобы. А вот, например, у нас нет. Ёжики не застревали. Зачем? У нас же ёжиков нет. А ты кто такой? Есть. Я просто знаю, почему... Ой, шушит, шушит, шушит. Да. Классный. Лес. А вообще, я думала, они едят всяких жучков, там, червячков, сверчков. Ну да. И сладости тоже конфеты. На улице валяется, и всё съем, конечно. Я знаю, почему ёжики у нас не питаются этим. Почему? Потому что у нас сначала вылизываешь ты йогурт до конца, ложка вышклебает, потом с тобой в помойке бомжи находит, его там долизывают. И ёжику просто уже ничего не остаётся, чтобы долизать, походу. Поэтому не все вымерли, да, у нас? Нет, у нас они просто не лазят там. Это же хорошенький, это же африканский. Смотри, какой милашка. Ням-ням-ням. Улыбкает. Мало кто знает, но ё-йо, это не относительно свежая игрушка. В ё-йо играли даже в Древней Греции, а американцы начали в это играть только в начале 20-го века. Интересно, а греки умели трюкачить? Да я профессионал прям. На самом деле я первый раз держу её в руке, это всё допинг. Вы все, наверное, знаете, что в профессиональном спорте применение допингов строго запрещено. За это могут снять соревнования и даже оштрафовать на округленькую сумму. Допинги, допинги. Такая херня по сравнению со следующей историей. Один африканский вратарь нашёл безотказный способ победить. Он провёл колдовской ритуал. Что? Прям на поле. В смысле? Что? Что? Держитесь. Вот, смотрите, он что-то подкладывает прямо под штангой. Как выяснилось, соперники очень даже знают, что он сделал, поэтому один из футболистов другой команды ждёт, пока вратарь будет занят чем-то другим. В крысу подходит, что-то вынимает, оттуда его кидывает нахрен. О, выбросил его ритуал, поэтому не сработал. Али такие, ах ты колдун, нарушил твой заговор. Это была закладка. Геремой такой, сидит на трибунах, злодина, злынь, такой колдует. Блин, выкинул всё-таки. Споткни, споткни. Да, как Гарри Поттере на квиндичи. Вратарь просто в бешенстве. Ну, в общем, он там не колдовал, мы знаем, как было бы на самом деле. В несколько минут этот же футболист подбегает ещё раз и вынимает что-то ещё. Боже. А потом резко даёт дёру, убегая от вратаря, который явно хочет отвесить ему подсрачник знатный. Судья за такую наглость влепил жёлтую карточку этого, а затем и вратарю. А вы всё продолжаете ничего не понимать. Но вот что случилось после этого. Вратарю закладчику никак не могли забить гол, но после того, как у него спёрли что-то из-под штанги, ему тут же забивают и сравнивают счёт. Вот что произошло. Колдовство. Африка очень любит футбол, а ещё она очень любит колдовство. И очень даже во всё это верит. Вратарь подложил, так сказать, чары, чтобы ему не забили. А как только у него их своровали, то ему тут же прилетает гол. Совпадение, конечно, потрясающее. Так ненароком и поверить во всё это можно. Но вообще, если честно, то колдовство на поле было запрещено в Африке с 2003 года. Прикинь, ты уже наколдовал. А теперь что там вообще подкладывали? Куриные косточки или что там вообще было? Какие-то мешочки с травами. Когда на поле встретились игроки Руанды и Уганды. Только эта история не такая весёлая. Вратаря Руанды подозревали в использовании колдовства, потому что ему пробивали около пяти раз, но мечи как будто специально не хотели попадать в ворота. Да и он не особо сопротивлялся таким заявлениям. Наоборот говорил, что у него есть некая магия джуджу и они её не найдут. Джуджу это африканская магия. Если вкратце, то это заколдованные амулеты. Началась драка, сильная драка. Дрались все, в том числе и болельщики. У многих футболистов была кровь. Подключилась даже полиция. Снимков мало, но вот эти уникальные. Ведь они есть только в газетном архиве. Вот так вера в магию сводит людей с ума. И это печально. Но удивляться нечему, ведь колдовство является частью культуры некоторых народов Африки. Вот они и шаманят всегда и везде. Один шаман, например, в 2001 году сделал по заказу пуленепробиваемое зелье для бойцов. Только этому сраному Гарри Поттеру никто не сказал, что он только думает, что умеет в магию. Он начал варить какой-то адский суп, хрен пойми из чего. Потом всучил им это месиво, которое у него выпили. И сказал, обмазываться этой брюшней аж целых две недели. Мол, налицо будет. Ну и что, прыщи пошли. Ну, прошли не курс. Теперь можно и проверить. 23-летний смельчак Алиобига Арибима согласился проверить на себе чудо-эффект и тут же умер от пулевого ранения. Теперь его дух летает над просторами саванны и думает, твою ж мать, что я за дебил. Давай, намазанный. Да не, не может быть. Вроде нормально. Но пусть ему не будет так грустно, ведь ему была присуждена премия Дарвина. Ее вручают за самую нелепую и глупую смысл. Не согласна, он же не знал. Нелепо это когда-то знал. Он же верил, что у него получится, что он непробиваемый. Чего я никогда не знал? Ну, типа, чел, который трюкачил на парапете специально там возле вольера с медведем, очевидно, был очень сильный риск, и он туда свалился. Да, мы же не думал ничего. Думаешь? Да. Ну, ладно. Ну, типа, тупой поступок совершил, сдох, все. Ну, типа, как бы, вера. Не. Что? Что? У нас тут, кстати, есть еще один отважный человек, который получил эту премию. Его зовут Гарри Хой. Он работал адвокатом в юридической фирме. Помимо своих основных обязанностей, он читал студентам лекции, которые приходили в компанию на обучение. Во время этих самых лекций Гарри любил демонстрировать свой любимый трюк. Показывал, насколько же прочные стекла в их офисе на 24-м этапе. Походу, пихнул и выпал. И вылетел. Каждый раз он разбегался и со всей дури прыгал на окна, а потом отскакивал от них, как мячик-попрыгунчик. Зачем? Как весело прям. В какой-то момент полетел, видимо. И он прям с ним полетел вниз и разбился, понятное дело. Никто так и не узнает, зачем он прыгал на стекла. Наверное, щекотал свои нервы. Кстати, насчет щекотки. Для меня это пытка, если честно. Я готов ушатать. Ты тоже. Меня тоже. Я помню, я так тебя мучила. Я так тебя мучила. Я тебе в стерпухе дал, да? Нет, ты мне сказал, все, если ты меня будешь щекотать, я тебя буду из подмышки волосы выдергивать. У нас был с тобой, помнишь, такой уговор? Да? Я тебе встала? Да, потому что не хотел, чтобы ты мне из подмышки волосы выдергивала. Слушай, классно, сработало. Да, а я просто помню, ты так вообще, ты там просто тек вообще. Я тебя щекочу, ты ослабленный. Ужасно, я не могу. Ты можешь сопротивляться, как черепашка, которую перевернули на панцирь, так вот лапоками. Любому, кто будет меня щекотать. Разумеется, я сделаю это непроизвольно. Я просто перестаю себя контролировать и дергаюсь. Свертухи, да? Если вы такой же псих, как я, есть спасение. Заклинаю вас, теперь вы не боитесь щекотки. Но для этого нужно кое-что сделать. Во время того, как вас щекочут, не стройте из себя припадочного, а соберитесь и просто возьмите этого человека за руку. Таким образом, вы как бы проделываете то же действие, что и щекочешь. Что? Протестировать? Да. Так я же еще не успела. Давай. Ну да, щекотно, давай. Подожди, я собрался. Держусь, давай. Так ты меня оттягиваешь. Ты от меня оттягиваешь руку. Нет, сердус щекотно. Сердус щекотно? Да, не работает. Заставляет ваш мозг думать, что вы щекочете сами себя. Щекотите сам себя. У тебя щекотно, когда ты сам себя щекочешь? Только давай честно, хорошо. Нет. А тут не работает. Давай еще раз. Давай. Так это твоя рука. Считай, это твоя рука. Честно, щекотно. Ну как-то. Не, вы не работаете. А как всем известно, самого себя пощекотать нельзя. Ведь мозг не тупой и знает, что это действие выполняете именно вы. Проблема состоит лишь в том, чтобы схватить руку щекочущего. Вот смеху-то будет в прямом смысле, если он вас сначала заломает. А вот, что не очень смешно. Штат Южная Каролина. Местечко Морс Блав. Где проживает обычная семья Грег. Которая даже не подозревает, что с ней случится 11 марта 1958 года. И свидетелем, чего она станет. Обычный день. Три сестры решили потусить в своем детском домике недалеко от леса. Играли, играли и решили пойти домой к своим родителям. Это было совсем недалеко. В тот самый момент над их головами пролетал военный Боинг Стратаджет. На борту у которого была огромная 30-килотонная ядерная бомба МК-6. Загорелась красная лампочка, которая означала, что заряд закреплен недолжным образом. Один из служащих пытался найти, как ее закрепить. И как в нелепых фильмах случайно привел в действие механизм аварийного сброса бомбы. Бомба полетела вниз. Знаете, в то время основной заряд держали в другом месте в самолете. Но в самой бомбе все еще присутствовало достаточно много тротилов. Так что последствия были не такими, о которых вы подумали. Всего лишь остался кратер, 11-метровый дом уничтожен нахрен, а все члены семьи сильно пострадали. Жестко? Да. Вы представьте, если бы там был основной заряд. Да и вообще все последствия были бы... Да все, еще куча радиации было бы. Остановимся на хорошей ноте. Никто не умер, а это место стало достопримечательностью. О как. А вы еще жалуетесь, что у вас нет снега, новогоднего настроения или украшенной елки на улицах. А вот у людей из этого городка не то, чтобы праздника бы не было, а у них в принципе... Города бы не было. Вряд ли кто-то из них думал, блин, а вдруг свои на нас же ядерную бомбу сбросят. Построй-ка я бункер. Да, бывает же. Серьезно? Ты реально досмотрел ролик? Посмотрите, какие красавчики. Охренеть, очень круто. Ребята, спасибо большое, что посмотрели этот ролик. Короче, не сработало. Мы смогли проверить в полевых условиях. Да, мы разоблачили этот миф или что там было? Это не миф. Это не миф. Ну, короче, я не знаю, может кому-то срабатывает, может на себя нет. Может на меня так не работает. А у тебя вообще щекотка щекочется? Попробуй пощекать. Ты чувствуешь щекотки? Я чувствую, как будто мне что-то сверлит. Неприятно. Мне не щекотно. Нет, не щекотно. Нет, не щекотно. А сейчас я так побрал, будет щекотно? Нет, не надо. Мне будет неприятно просто. Неприятно? Нет, не хочу. Поэтому так вот не сработало. Не знаю, может кому-то, конечно, сработало. Мне кажется, зависит от мышления твоего. Вот и все. Короче, вот такая вот реакция получилась. Спасибо большое за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok